Сложилась удивительная ситуация. Один из наиболее чувствительных сегментов рынка, а именно организация зрелищных мероприятий, концертных зрелищных мероприятий, оказалась нерегулированной. Но, скажем, и бог бы с ней, если бы эта нерегулированность несла бы серьезных социальных острых последствий. Это более 2000 сорванных мероприятий. Это миллионы пострадавших людей, которые купили билеты и не могли вернуть деньги за эти билеты. Это пострадавшие артисты и исполнители, потому что часто под эфидом выступают двойники, которые тем самым нарушают авторские права. Или мошенники организуют концерты, часто даже без удомления артистов, а потом скрываются вместе с гражданами. Страдают и артисты, и концертные площадки, которые, оказывается, терпят убытки и вынуждены покрывать часть расходов за билеты по сорванным концертам на свой счет. Но главное, страдают миллионы наших сограждан. И мы предложили решение, на взгляд, достаточно современное, цивилизованное решение, которое, кстати, активно используется во всех зарубежных странах, прежде всего в Европе. Это механизм саморегулирования. Можно было бы пойти, конечно, как в советские времена через механизм реального контроля, лицензирования. Но наша творческая среда очень боится слова «цензура». Поэтому мы предложили самой творческой среде самоорганизоваться, выработать стандарты поведения, выработать механизм компенсации в случае, если кто-то из коллег будет мошенничать перед зрителями. Поскольку они знают друг друга давно и могли бы составлять компенсационный фонд за счет отчислений, пока в нашем варианте не 150 вовсе, а 3000, как в нашем варианте закона, 3000 рублей. Вступительный взнос — это на порядок меньше, чем вносят арбитражные управляющие, аудиторы или оценщики, например. Я уже не говорю про строителей. Но главное, что этот закон никак не касается ни певцов, ни авторов, ни бардов, ни исполнителей. Он не касается цирков, филармоний, домов культуры, которые сами организуют концерты. Он не касается никаких корпоративов частных, он касается массовых мероприятий и направлен на очень узкий сегмент рынка, на непосредственных посредников, организаторов концертной деятельности. И мы хотели бы, чтобы они участвовали в компенсации тех затрат, которые понесли зрители в случае сорванных концертов, участвовали бы в покрытии рисков, связанных с безопасностью граждан на концертах. И мы помним инцидент, помните, с хромой лошадью, когда погибли многие наши сограждане. И мы считаем, что это в целом цивилизованный путь. Конечно, необходимо доработать закон. Я считаю, что неправильно, если в одном саморегулированной организации находятся юридические и физические лица. Необходимо, может быть, внести предложение о переходном периоде, о добровольной самоорганизации. То есть, чтобы сами организаторы концертной деятельности, зная друг друга, выработали общие правила и несли ответственность, как раньше говорили, круговая порука друг за друга. Потому что государство не очень хочет и, наверное, не стоит полагать на плечи государства эту ответственность. И, наверное, это правильно. Должна быть страховка за сорванные концерты. Зрители должны страховаться. Должны оставаться риски безопасности, риски ответственности организаторов концертов перед теми же артистами, перед теми же концертными залами. Мы считаем, что это никакая не цензура, не навязывание контроля. Это форма самоорганизации, самореализации своих творческих возможностей. И защита, еще раз повторяю, зрителей, певцов, композиторов, поэтов, непосредственных концертных площадок. Я думаю, это в наших общих интересах. Конечно, мы услышали мнение наших авторов-исполнителей. Считаю, что во многом их опасения не связаны с законом. Закон, еще раз напомню, никак не регулирует деятельность непосредственно творческих коллективов, певцов, композиторов, поэтов. Более того, он защищает их. Поэтому я думаю, что в ходе работы рабочей группы профильный комитет по культуре, а сейчас комитет по культуре будет этим заниматься, мог бы рассмотреть наше предложение. Напомню, что комитет по культуре рассмотрел законопроект, в первом случае, не рекомендовал его к принятию. В наполнярном заседании большинство Государственной Думы поддержало законопроект. Люди не читали и не обращаются к самому тексту закона. Они живут во многом слухами, мифами о том, что собираются регулировать их деятельность или цензурировать. Никакой цензуры не будет. Это, еще раз повторяю, направлено на защиту непосредственных исполнителей, авторов, непосредственных певцов. И это относится лишь только к организаторам этой деятельности. И направлено не на контроль над ними, а на то, чтобы они сами выработали некие стандарты ответственности перед нами с вами. Возможно, я считаю, что нужно ввести переходный период. Может быть, добровольное саморегулирование. Пожалуйста, кто хочет. Конечно, взносы должны быть минимальные. Я напомню, что у нас взносы 3 тысячи. Откуда за 150? Я думаю, что это во многом как-то вброс информации. Если почитайте текст закона, там нет нигде о взносах 150 тысяч. Вы планили 3 тысячи взносов, минимум 50 участников. Не нравится вам данная саморегулированная организация? Можете создать свою. Но хотелось, чтобы профессионалы рынка сами участвовали в выработке стандартов и правил ответственности перед зрителями. Наверное, это правильно. Может быть, конечно, нам стоит продумать переходный период, продумать формы, так сказать, более понятные и прозрачные. Но, наверное, очередь за самими организаторами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова